Привет, мои дорогие друзья! Слово начинается с гласной, a ball. Слово начинается с согласной. Exercise 1. Упражнение 1. Put the words on the right train. Помести слова в правильный поезд. Итак, в первый поезд мы с вами поместим a tea set, a pencil, a ruler, a rocking horse. Во второй. An egg, an animal, an umbrella, an orange. Следующее правило в прожекторе. Употребление this и that. This is a doll. Это кукла. That is an elephant. То слон. Обратите внимание, как узнать далеко или близко. Рука с указательным пальцем. Если рука близко, значит this. Если далеко от предмета, значит that. Exercise 2. Упражнение 2. Look and say. Посмотри и скажи. Then complete. Затем запиши, заполни. This is a tea set. Это чайный сервиз. That is an apple. То яблоко. This is a train. Это поезд. That is a ball. То мяч. This is a ruler. Это линейка. That is an egg. То яйцо. This is a pencil case. Это пенал. That is a banana. То банан. Exercise 3. Упражнение 3. Чтение буквы О. Listen. Послушай. And repeat. Повтори. В открытом слоге буква О читается так, как называется в алфавите. Звук О. В закрытом краткий О. Роза, закрой свой учебник и иди домой. Боб. Пусть the dog and the frog into the toy box. Боб, положи собаку и лягушку в коробку для игрушек. Exercise 4. Упражнение 4. Copy the table and complete it. Перепиши таблицу и заполни ее. В левой колоночке слова со звуком О. Nose, close, open, home, no. Во второй со звуком кратким О. Frog, dog, hot, box, doll. Exercise 5. Игра. Let's play. Учитель или ученик берет у учащихся разные предметы, складывает их в сумку, затем достает и спрашивает. Чье это? Это Анина. Тот, кто догадается, становится ведущим. Но мы с вами не в классе, поэтому просто прочитаем. Who's is this? Чье это? It's Anna's. Это Анина. Homework. Домашнее задание. Exercise 1. Упражнение 1. To. Упражнение 2. And 4. Упражнение 4. To write. Письменно. Но не забывайте все проговорить. Exercise 3. Упражнение 3. By heart. Наизусть. Сборник. Exercise 14. Упражнение 14. Page 51. Страница 51. Прочитай текст и закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту. The traditional British breakfast is eggs, bacon, sausages, toast with jam or honey, water and coffee. Традиционный британский завтрак – это яйца, бекон, сосиски, поджаренный хлеб с джемом или медом, вода и кофе. A lot of British people eat a bowl of cereal for breakfast. Многие британские люди едят миску с кашей на завтрак. British people often have their lunch in lunch boxes. Британские люди часто имеют свой ланч или обед в коробочках для ланча. For lunch they have a sandwich, a piece of fruit and a drink. На ланч у них есть сэндвич, кусочек фрукта и напиток. For supper, на ужин, British people eat meat or fish with vegetables, rice or pesto. На ужин британские люди едят мясо или рыбу с овощами, рисом или макаронами. They eat a lot of potatoes too. Они едят много картофеля тоже. А теперь выбираем нужный ответ. For breakfast, British people eat a bowl of cereal. British people often have their lunch in lunch boxes. They have meat and fish for supper. Exercise 15. Упражнение 15. Выбери заголовок, который лучше всего подходит к тексту. Traditional British food. Слово traditional, оно очень похоже на русское. Exercise 1. Упражнение 1. Page 52. Страница 52. Прочитай слова и найди их значение. Запиши ответы в таблицу. Эти слова вы найдете на странице 173, модуль 4. Ball, мяч, elephant, слон и так далее. Exercise 2. Напиши недостающие буквы. Это упражнение потруднее. Помогаю. Musical box. Музыкальная шкатулка. Elephant, слон. Rocking horse. Лошадка-качалка. Tea set. Чайный сервиз. Aeroplane. Самолет. Ball. Мяч. Doll. Кукла. Train. Поезд. Exercise 3. Упражнение 3. Расшифруй слова и найди их значение. Запиши ответы в таблицу. Слова на той же странице 173, модуль 4. Рекомендую начать с русского перевода. Кукла. Ищем. Doll. Она под цифрой 3. Остальное сделайте самостоятельно. Exercise 4. Упражнение 4. Перепиши слова, расставляя их по алфавиту. Алфавит находится во втором классе на страничке 16. Exercise 5. Упражнение 5. Вставь артикль «э» или «эн». Правила употребления на странице 173. У вас может возникнуть вопрос. Почему буква Y гласная, а мы ставим артикль «э» без «н». А потому что буква Y в начале слов даёт согласный звук «е». Продолжаем. An English book. A desk. That's it for today. Good luck. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!